Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем изучать недельные главы, и сейчас мы учим про 10 египетских казней. Всевышний приходит в этот мир и всем показывает, что он творец и он хозяин всего мироздания. Итак, давайте обратим внимание на первый диалог между Мушер-Абейну и Аароном и фараоном. Они приходят к фараону и говорят, творец этого мира, говорит, чтобы ты отпустил еврейский народ, служить Богу, все, рабство закончено, изволь всех отпустить. Разумеется, когда приходит человек с таким заявлением, с него сразу говорят и требуют, давай нам чудо, ты же с Богом общаешься, ну давай, докажи. И говорит Всевышний Мушер-Абейну, покажите им первое знамение. Они бросают посох, и посох превращается в живую настоящую змею. И тогда фараон и все его помощники начинают смеяться, и фараон зовет своих чародеев, покажите, что вы можете. И они бросают посохи, и те тоже превращаются в змею. Говорят им наши мудрецы, что посохи этих помощников фараона, они превратились в змею, но не живую. То есть они уже уступали Мушер-Абейну, но все равно это вызвало смех. Как бы вы пришли к нам показать какое-то чудо, что Бог на вашей стороне. А вы делаете то, что, в принципе, и мы умеем. У вас живая змея, у нас не живая змея. Но плюс-минус мы с вами находимся в одной весовой категории, все начали смеяться. Тогда Мушер-Абейну протягивают руку, змея превращается в посох. И посох, посох, не змея, глотает всех остальных змей, которые созданы были этими чародеями. И тогда фараон и его помощники перестают уже смеяться, потому что, во-первых, посох стал живой змеей, а у них змея не живая. Во-вторых, когда змея живая превратилась обратно в посох в руках Мушер-Абейна, посох проглотил всех змей. Действительно чудо. И действительно здесь видно, что Бог их послал, потому что великие маги и чародеи Египта не могли повторить это чудо. У них были змеи не живые, и тем более их посох не мог проглотить никого. Теперь давайте разбираться. Приходят Мушер-Абейны первый раз к фараону, показать ему, что Бог с ними и Бог на их стороне. Почему они занимаются таким мелким чудом? Почему посох становится змеей? Почему не что-то более грандиозное? Чтобы сразу прийти и показать, кто здесь хозяин, что есть Всевышний, а ты фараон со своими магами, вы на что не влияете, вы здесь не принимаете решения, а настоящий босс Всевышний. Почему нельзя было прийти сразу с каким-то мощным, огромным чудом? Зачем общаться на их поле, в их весовой категории? Посох змея это могли сделать маги Египта. Зачем ты приходишь и делаешь чудо, которое находится в одной категории с египетскими чудесами? Хотя ты круче, твой посох стал живой змеей, живая змея стала посохом, посох проглотил их неживых змей, но все-таки хотелось бы, чтобы они пришли в первый раз и сразу показали какую-то невероятную мощь, которой фараону и его друзьям не снилось. В чем же тут штука? Объясняют наши комментаторы очень важное правило, что, конечно, Всевышний мог прийти с намного более грандиозным, ярким чудом и сразу показать, кто здесь хозяин. Но он хотел в самом начале показать другую вещь. Всевышний как бы говорит фараону, вот покажи мне свой прогресс, свои достижения, свои вот какие-то вот религиозные убеждения, свои достижения научные. Покажи, чего вы достигли? Эпогей развития вашей египетской культуры. Что вы можете? У вас есть колдовство, и вы превращаете посохи в неживых змей. Вот такой вот манекен, кукла-змея. И пришел Всевышний и сказал ему, что смотри, то, что ты умеешь, твое достижение, это неживая змея. Моя Тора, мои пророки, Муше и Арон, и 70 старейшин Израиля, и Тора, которую я дам, она живая, она настоящая. Вот смотри, ты делаешь неживую змею, а мои пророки пришли и сделали тебе живую змею. Ты никогда такого не сможешь сделать. Да, чудо не такое яркое, как можно было в принципе сделать. Но Муше и Арон пришли говорить с фараоном на его языке. Что вы умеете? Ваши убеждения? Чего вы достигли? Как бы вот этот змеяк, посох, который превращается в змею, это как бы эталон достижения египетских. Покажите, что вы можете. Это то, что вы можете. А у нас правда, у нас живая змея. Вы не можете создать ничего живого. Только Всевышний может создать что-то живое. Вы создаете из посоха неживую змею. Плюс наш посох поглотил ваши посохи, показать, что ваша культура, она вторична. Она неправильна. И есть только одна истинная Тора. Вот такой урок преподали Муше и Арон фараону при первом общении. Конечно, с точки зрения грандиозности, чуда, можно было сразу начать с крови, с лягушек и так далее, и так далее, что потом Всевышний все покажет. Очень-очень наглядно целый год будет показывать как евреям, так и египтянам и другим народам, что он творец, и он всем управляет. Но в первом диалоге было важно подчеркнуть, смотри, это то, что ты умеешь, даже то, что ты умеешь, оно не сравнится и не может сравниться с Торой, со Всевышним, который живой и настоящий. Спасибо огромное за внимание. Всем шаббат-шалом! Субтитры сделал DimaTorzok